Слушай, у меня ощущение, что мы подняться не можем. Давай выйдем из этого. Как будто у тебя на ноге какой-то груз, и он нас тянет, заземляет. На полянку возвращаемся? Да. И на счет три возвращаемся на полянку. Один, два, три. Мы на полянке. У тебя на левой ноге огромная гиря привязана, которая утяжеляет и не дает подняться. Хорошо. Разрезаю эту гирю. Один, два, три. Это отрезал ее, да? Отлично. На счет три устанавливается лазерная клетка-тюрьма. Один, два, три. Ставлю защиту. Это гиря идет в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да. От гири выстраиваю канал к ответственному на счет три, притягиваю его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Стоит в клетке. Ящер. Ящер. Я слышу, но ощущение такое, что это его голограмма, а сам он где-то наверху. Хорошо, Вера. Как нам сделать сейчас? Мы можем эту голограмму с собой забрать или спустимся потом за ней? Давай спустимся за ней. Хорошо. Оставляю. Ящер. Голограмма замерла в клетке. Один, два, три. На лужайке остается. И переносимся в корабль. И на счет три. Начинаем подъем. Зрение четко ясное. Картины четкие, ясные. А Влад не знает, как подключка произошла? Во сне незаметно. Рон его не заметил. У них невидимые технологии. Хорошо. Станут видимыми для нас. На каждое действие есть противодействие. Значит, показывает, что он в тарелке, в пирамиде, в аппарате в своем. И он управляет как пультом свои голограммы, вот сейчас, которые в клетке. Ну, она же в матрице сейчас, внизу, да? Да, да. Но от него идет как связь с ним, как свет. То есть это как голограмма, которую он делает из корабля. И второе, вот эта гиря большая, тоже была также незаметно передана оттуда, подключена. Хорошо. Сегодня будем разбираться. Сегодня интересно, наверное, для нашего развития тень будет. Хорошо, Верочка. Мы закончили? Водопадами закончили. Да, будет так, а так и есть. Пошел апдейт. Готово. Хорошо. Я даю команду скэнеру. На счет 3 скэнер начинает сканировать пространство над твоей головой, под ногами. Скэнер сканирует все 7 тонких твоих тел, находит все. У меня тоже какой-то диск под ногами. Отлично. На счет 3 силам его намерения отправляю этот диск в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, он ушел. Еще что-то есть? Канал есть к этому диску? Нет, сейчас, подожди. Над головой свет какой-то соединенный с этим диском. И над головой этот свет силам его намерения снимаю, и он уходит в клетку-тюрьму, где находится этот диск. Да, будет так, а так и есть. А готово, больше ничего нет. Хорошо, отлично. Канал есть к этому всему? Нет пока. Хорошо, включаете внутренний белый свет 1, 2, 3. И на счет 3 ты выдавливаешь из своего биополя все негативное патогенное воздействие, которое было со стороны, а также все свои собственные негативные энергии, вибрации, они выходят, и формирует этот шар перед тобой. Готово. Шар большой? Как и мяч, он из-за того света, который в клетке. Отправляй этот шар в ту же клетку, где находится все остальное, да будет так, а так и есть, и уходит туда. Свет такой яркий, он как металлический. Понятно, хорошо. Кто-то решил в самоубийцу поиграть сегодня с нами, он это получит. Хорошо. Так, ты чистенькая все, да? Да. Ну давай с тебя тогда начнем, или заправимся энергиями, как лучше сделать? Пройдемся, заправимся. Давай почистим тебя, и все отправим в ту же клетку, я думаю, там один виновник. Я тоже так делаю. Даже с вас. Да, хорошо, а потом заправимся, и потом уже начнем все остальное, чтобы сил хватило. Отлично, хорошо, все, меняемся местами. На счет три я даю команду скэнеру. Он сканирует пространство над моей головой под ногами, 300 тонких моих тел, находит все. Ну вот у тебя сразу на красном теле фантом от этой гири, и вот знаешь, как будто она вокруг тебя крутилась, и оставила свои энергии. Хорошо. В смысле вокруг ноги, знаешь, под ногой такой, как рук. Хорошо, давай тогда сделаем. Каналов нет никаких, да? Каналов нет пока. И включая все внутренние белые светы, один, два, три, на счет три начинаю выдавливать из всех своих семи тонких тел, где под ногами уходит в этот шар. Только там у тебя больше нигде нет. Сейчас. Готов шар? Отлично. Хорошо. Большой шар? Мячик. Открывая под ним портал в галактическое ядро, и он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. А нам эту гирю поднимать оттуда, или можно ее там оставить? Надо поднять. У меня там голограмма ящера у нас. Давай скачаемся, а потом я схожу. Все верно. Хорошо. Частота моих вибраций поднимается до 35 Гц. Пошел под ним. У тебя руки чешутся. Почему? А, ну да. Переносным. Да, 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 да. Я тут уже сам сижу. Готово. Отлично. Защиты действуют, защиты активированы. Готово. А, отлично. Все. Мы прошли свою защиту. Хорошо. На полянку, на лужайку? Да. Сама пойдешь или вместе? Да. Сама. Сама. Хорошо. А тебе дать корабль или сама так поднимешь? Нет. Ты сделаешь их какую-нибудь штуку, чтобы мне поднять. Давайте клетку уберем. Клетку уберем? Да. А, когда заберем оттуда. Хорошо. И я даю команду. На счет три. Ты оказываешься на своей зеленой лужайке перед этой клеткой с голограммой. Один, два, три. Да, я здесь. Отлично. И в твоих руках появляется сеть. Накидываем сеть на эту голограмму, на эту гирю. Уменьшаем ее. Вытаскиваем. Берем сетку защитную. Есть. Клетка пустая? Пустая. Открывается под ней портал. Галактическое ядро. Она уходит на переработку. Один, два, три. И на счет три ты делаешь квантовый скачок вместе с тем, что ты взяла. Один, два, три. Пашел подъем. Да, я здесь. Отлично. Отправляем эту сетку в эту же клетку, где все остальное находится. Да? Да. Отправляем. Хорошо. Выставляю дополнительную энергетическую защиту перед клеткой, в которой будут находиться представители ящеров. Один, два, три. Клетка стоит для них. Готово. Отлично. И я даю команду силой моего намерения. От всех этих артефактов, находящихся в клетке, выстраиваются каналы к ответственным. Один, два, три. И силой моего намерения я их притягиваю в клетку-тюрьму. Они становятся моими заложниками, где бы они ни находились. Один, два, три. Стоят в клетке. Он один ящер на все это. Снимаются всеманские голограммы. Фантом представит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый, красный. Органический, неорганический. Органический зеленый, неорганический красный. Какого цвета маячок? Органический зеленый, он рычит, он коричневого цвета. А, коричневого тоже цвета. Толстый. Считай, пожалуйста, цифры над головой у него. 626. Отлично. Влад, просканируй, пожалуйста, лазером его защиту. Найди слабые места и в самостоятельном режиме сожги ее. Мощнейшим ударом, который тебе предоставлен. Но эта оболочка была вокруг него. Да. Ему неприятно сейчас. Он как-то задышал так быстро, часто. Что такое? Направляю на него печать семи архангелов. Дуй мощнейший удар на его чистоте. Отлетает в другой конец клетки. 1, 2, 3. Пошел свет. Ну, неприятно, он визжит. Отлично. Появляется в моих руках энергия атмана. 1, 2, 3. Бери. Что значит, бери? Ты меня слепишь. Я тебе и намерен слепить. Ты, паразит, зашел в мое биополе с моего разрешения? Или кто тебе сказал заходить? Если этот ящер связан еще... Вас стало много. Мне по барабану, что ты говоришь сейчас, ящер. Выстраивай канал от ящера. Если еще кто-то с ним связан притягивает... Вас надо остановить. Влад, дай ему удар лазером, чтобы он это прочувствовал. Пробей его защиту и сделай ему удар. Пошел удар. Говорит, прекрати долбить меня, человекообразное. Открывая перед его клеткой порта в галактическое ядро. 1, 2, 3. Ящерица, ты готова уходить на переработку? Он отвечает, Вера. Да, он говорит, много говорит. Он говорит, что закрой. Это не тот уровень, на котором ты и я работаем. Закрываю. Портал в галактическое ядро. Объясняешь, что ты хотел... Можешь пугать им других. Понятно. Открывая над его клеткой поток любви абсолюта. Пошла любовь отца, свет любви отца. Заливая от его клетку. Он говорит, что это как я для него. Нельзя ему это. А мне яд, твое присутствие было, паразит. А для меня это хорошо. Он говорит, что он приземлял нас, а не уничтожал. А я тебя приземляю сейчас. Какое ты имел право вообще входить в мое биополе? Выключай свет. Он говорит, я получил задание от своего руководства уничтожить вас. Ли может помочь. Ли, я прошу тебя сейчас выйти со мной на связь. Что у вас случилось? Я на связи. Приветствую тебя. Приветствую тебя. Да, у нас здесь приказ уничтожить нас был. Словили того, кто исполнял, но не словили того, кто дал задание. Я не знаю, как мне выстроить сейчас канал. Он не притягивается напрямую к ним. Не связан. О, кажется, вы переходите на другой уровень. На другой уровень. Я только хотел тебе сказать, у меня тоже такое было ощущение. Его мы заберем. Да. И с его начальством будем разбираться мы. Вы не достигнете их. Понятно. У меня есть какая-то возможность против их технологий. Они обошли все дроны. Он сегодня ночью подключился ко мне. Я даже не знаю, когда он подключился. Еще не успел спросить. Как-то находить эти их новые технологии. Я пытался обновить сегодня наш скэнер. Я не знаю, он получил эти апдейты или нет. Но нам надо быть готовы к этому этапу. Сейчас проверю. Дроны получили апдейт. Как они будут в этом случае теперь действовать, когда такая попытка будет входа в мое биополе ночью? Работа это то во его намерение. Что выставить, что его захоронять. Я думаю, что мы сможем предотвратить и решить эту проблему. Его руководство никогда не соединится с ним. Они знают, что делают. Это решается на высшем уровне. Вот как. Ну, значит, у нас какой-то рост пошел дальнейший. Еще я хотел сказать, Ли, это не только мое. Это и верно, и мое. На нас одновременно было нападение сейчас. И все это в клетке сейчас. Ты задаешь глупый вопрос. Вы не работаете раздельно. Все верно, да. Если один получил, другой точно получит. Хорошо, Ли, мы уничтожаем это все, что осталось, да? Вы связаны определенным светом. Здесь нет нападения на одного. Всегда будет поражен второй. Все верно, конечно. Отличная ситуация для дальнейшего роста. Благодарю тебя. Значит, мы все правильно делаем. Секунду, а мы заберем все остальное на уничтожение. Понятно. На переработку. Все понял. И в этой клетке, где все артефакты находятся, подключки голограммы, энергии, открывается портал, галактическое ядро, и все это уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Так, значит, дошли до такого места, где мы не сможем кого-то, кто дал приказ, притянуть. Это, конечно... В чем твое беспокойство? Большие силы стоят над тобой. Они решатся проблемами, не ты. Все, теперь понял. Я просто думал, что все равно зависит это от меня, от моего какого-то решения, или, может, я что-то неправильно сделал, и поэтому пытался в себе искать причины. Все, теперь понял. Благодарю. Хорошо, Вера. Ты не понимаешь, много структур работает через вас. Здесь определенный порядок и устройство. Понял. В общем, мы не одни, я понял. Это проблема решает, решаешь. Решает мое начальство. Так можно сказать. Решает выше, я уже сказала. Не вы решаете проблему. Ваши проблемы в клетке. Все остальное решает даже не я. Я лишь передаю информацию. Благодарю тебя, Али. За эти разъяснения мне просто надо было понять. Не так часто встречаемся с такими ситуациями в последнее время. Но надо быть готовым просто. Благодарю тебя еще раз. Хорошо, Верочка. Рассинхронизируйся. Можем работать дальше. Сейчас секунду не забирает его. Он нам нагадил в клетке. Включаем высокоэбрационные фиолетовые лучи. Вытесняем все, что оставил нам на прощание ящер. Один, два, три. Все это выходит. До последнего микрона. И остается только твоя энергия, моя. И чуть-чуть искал ящера. У него какая-то как скилистом осталась. После него. Когда я его бахнул, наверное. Ладно, вытесняет это все. Готово. Вулхва. Я вас приветствую. Хорошие вели, левый муравейник. Ну, вы же знали. Не зря. Не зря работает кола. Дает свой цвет. Цвет. Хрустальной энергии. Заметили ее. Если мы такие волны приятные даем. Значит, мы делаем все правильно. Есть ли какая-то у нас сейчас необходимость. В какой-то дополнительной, может быть, защиты. Или все в порядке, в принципе, дорогой Вулх. У вас хватает защиты. Значит, будем спокойно смотреть на эту ситуацию. Если что-то нужно будет, защита будет предоставлена. Хорошо. Благодарю вас, дорогой учитель. Нам очень приятно видеть вас в нашей комнате диагностики. Если вы позволите, скромный подарок. Мы очень рады всегда, когда он приходит. Я не привык к подаркам. Но благодарю вас за внимание. Примите тогда на... Главный подарок, что свет распространяется. Примите тогда на... Вы можете работать. Я останусь на какое-то время. Благодарю вас. Хорошо, Верочка. Начинаем тогда работать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok